Всем привет, ребят! С вами, как всегда, Азаза. Добро пожаловать на немножко необычный для моего канала ролик, а именно у нас сегодня анонс. Анонсами бывают редко, но сегодня как раз-таки один из тех редких дней. И я хотел бы с радостью анонсировать гонку в GTA Liberty City Stories, гонку по передвинутым пакетам. Хочу записать данный ролик в один присест, поэтому немножко буду запинаться, заговариваться, но надеюсь, что мне удастся донести до вас общий смысл. Итак, о чем же я сегодня буду вам рассказывать? Во-первых, о том, что же это за гонка такая, что она себя представляет, когда и как это все будет происходить, что стоит ожидать от этой гонки, можно ли там с нами поучаствовать и так далее, тому подобное. Начнем, пожалуйста, с новного. Что же это за гонка такая? Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что в GTA Liberty City Stories есть 100 спрятанных пакетов. Их найти в наше время очень просто. Вы просто заходите в интернет, гуглите карту или какой-то гайд или видеоролик и просто собираете пакеты. Эти локации известны с самого выхода игры, по сути. То есть, все уже давно нашли за вас. Ничего, скажем так, что вам дает какое-то испытание, если только вы, конечно, не решите изначально, вот прям, сядете и скажете, нет, я не буду смотреть никакие гайды, буду искать все сам. Вот тогда вам, наверное, еще может быть интересно. Иначе это просто, ага, на карте этот пакет здесь, ну все, давайте приедем его и заберем. Ну, что-то типа такого. Не очень весело, короче. Собственно говоря, в прошлом году я летом смотрел один из стримов GTA Marathon и там проходила подобная гонка, но в GTA 3. Как это все работало? Один человек придумал 100 новых локаций для пакетов, перенес все эти пакеты из старых локаций, которые все знают, в 100 своих новых и дал остальным участникам их искать. То есть, все искали локации, или все искали пакеты, локации никто не знал. Мне очень, если честно, понравилось, как это все выглядело. Я загорелся в подобной идее, мне очень хотелось поучаствовать в подобной гонке, неважно в какой из игр. Но с тех пор так неких гонок и организовано и не было, к сожалению. Ну и все-таки не так, чтобы просто такие гонки организовать. Я решил тогда сделать свою гонку. Первым делом стала проблема о том, а как же перенести-то пакеты? Все-таки LCC это, ну, скажем так, не ПК игра, там немножко все посложнее устроено. Но благодаря Нику мне удалось разобраться с этой проблемой. Но я в тот же момент столкнулся со следующей проблемой. Собственно говоря, если я придумаю 100 новых локаций, то какой будет смысл? Опять же, я все локации буду знать. Очевидно, что мне нужен был кто-то, кто будет также придумывать локации. Ну, первая моя идея была, наверное, самая очевидная. И я подумал, ага, ну сейчас найдем условно какое-то количество единомышленников. Пускай у нас будет 10 человек. Я скажу, ребята, давайте каждый придумаем по 10 локаций. Потом все эти 10 локаций объединим в одну кучу и будем искать. И тогда нам получится, что нужно найти 10 своих локаций, которые мы знаем. И 90 локаций противников, которые мы не знаем. 90, согласитесь, тоже довольно немало. Поэтому я был бы с радостью доволен таким результатом. Однако, очевидно, что найти 10 человек не так-то просто. И скажу вам по секрету, мне это даже и не удалось в итоге. Но мне повезло. Мне повезло найти двух людей, которые сказали, что они не будут участвовать в гонке. Но согласились помочь с поиском локаций. Естественно, они могли придумать сколько угодно локаций. Я их не ограничивал всех. Однако, я был немножко скептически настроен. Я думаю, ну, они там максимум локаций 25. Каждый найдут, значит, 50 в сумме. Нужно еще 50. Поэтому я собрал всех потенциальных участников гонки, которые изъявили желание в будущем в ней поучаствовать. И сказал, ребята, давайте каждый из нас по 7 локаций придумает. На случай, если нужны будут дополнительные. Ну, я был прям на 100% уверен, что нужны будут дополнительные. И примерно оценил, что 7 это, наверное, неплохое число. Тогда нам точно хватит. Но, собственно говоря, чем было ближе к концу, чем было ближе к дедлайну, тем мне яснее становилось, что у нас локации наберется с лихвой. И так оно в итоге и вышло. У нас набралось куда больше, чем 100 локаций. Поэтому нужно было как-то выбирать. Как-то нужно было выбирать. Собственно говоря, я договорился с одним из двух, так сказать, тех независимых людей, которые согласились просто помочь, чтобы он выбрал оставшиеся локации за нас. То есть вдвоем они нашли, к моему удивлению, не 50 локаций, а больше 70. И вышло бы куда больше, если бы просто локации бы не начали повторяться. То есть мне буквально пришлось 15 примерно локаций вырезать от одного участника. Вот как раз таки от того самого независимого. Просто потому, что кто-то уже их предложил до этого. Вот так вот. Но справедливости стоит заметить, справедливости ради стоит заметить, что я ни одну локацию не знаю, кроме тех, которые предлагал сам. Как это работало, вы можете спросить. Мне просто скидывали координаты. И если я видел, что какие-то координаты, ну, похоже, что они близко, я обращался как раз таки к одному из тех двух людей и говорил, типа, слушай, можешь, пожалуйста, посмотреть эти две локации? Одна и та же? Или же они все-таки находятся близко, но в разных местах? И он мне тогда говорил, да, не одна и та же, или нет, это разные локации, можно обе оставлять. То есть я знаю только свои пакеты. В общем, проблема была в чем? Проблема была в том, что у нас много пакетов, и нужно что-то было с этим делать. И я сказал, слушай, друг, а не мог бы ли ты из наших примерно 7 локаций, которые каждый из нас скидывал, ну, там некоторые скидывали поменьше, но это не важно, кто-то даже больше скидывал, но больше семей я не брал, 8 вышло только у меня, потому что я вначале немножко ступил, но ничего страшного, бывает. И он, говорю, типа, можешь, пожалуйста, убрать у нас какие-то локации, оставить буквально по 2-3, но не говорить, какие конкретно ты оставил. То есть, таким образом, мы не знаем локации от этих двух чуваков, очевидно, и мы не знаем, какие из наших локаций остались в игре. То есть, по сути, мне все так же нужно чекнуть мои 8 локаций, чтобы понять, где находятся мои 2 или 3 пакета. Я даже не знаю, сколько моих пакетов оставили. Я, конечно, просил, чтобы это все было более-менее честно, более-менее равномерно, то есть, чтобы не было такого, что у одного оставили 5, у другого 1. Поэтому у всех должно быть примерно по 2-3. Место, которое они должны знать. И это хорошо. То есть, согласитесь, знать всего лишь 3 места и не знать 97, это круто, это прям вот вообще высший пилотаж. То есть, все будет очень круто, я уверен. Собственно говоря, этот человек это и сделал. Сегодня я буквально получил финальный лист с 100 локаций. Я чисто для себя его сразу же перемешал. Теперь, чтобы просто у меня не было никаких даже мыслей о том, какие пакеты вошли, какие нет. Потому что, согласитесь, когда вы видите просто 100 строчек, в каждой из которых есть 3 координаты x, y, z, это тяжело определить, где это место на карте, и твой это пакет или не твой. И даже если это твой, то какой из тех, которые ты предлагал. Ну, если только вы, конечно, сами координаты прям вот не запоминали. Я старался не запоминать, чтобы мне же было интереснее. Поэтому мне осталось буквально все это перенести в код и будет готовый образ игры. И теперь, наверное, стоит перейти ко второй части. А, собственно говоря, когда? Когда это будет происходить, как и где? Происходить это все будет. Значит, мы уже заранее договорились с участниками. 15 июня. Это суббота. Предположительное начало самой гонки где-то около 6 вечера по Москве. То есть 5 вечера мы все соберемся. Я скину всем финальную версию игры, которую нужно скачать, или финальную версию скрипта, если они не хотят качать полную игру. И, собственно говоря, где-то у нас будет час на то, чтобы все, так сказать, скачать, установить и проверить, что все работает. Поэтому я примерно подозреваю, что начало будет где-то около 6 по Москве. Теперь о том, где это все будет. Все это будет происходить по большей степени на Твиче. То есть большинство участников будут стримить именно там. Кто-то, как я знаю, будет стримить все же на Ютубе. Но большая часть на Твиче. То есть если вы хотите посмотреть за моим геймплеем, приходите на twitch.tv slash zada691 Я вам, собственно говоря, оставлю ссылочку в описании. Заходите, кидайте бесплатную подписку. Платную у меня, в принципе, и так нет, поэтому вы поймете. Там что-то типа отслеживать или фоловить. Ну, в общем, разберетесь. Чтобы не пропустить начало стрима. И, собственно говоря, начало гонки. Сколько это примерно будет продолжаться? Такой тоже важный вопрос. Я не знаю. Я лично не хочу никого ограничивать, поэтому я считаю, что кто сколько хочет, столько он времени в это все вкладывает. Поэтому хочешь 2 часа побегать? Пожалуйста, побегай 2 часа. Надоело? Пожалуйста, тебя никого не держат. Спасибо за участие. Надеюсь, тебе все понравилось. Лично за себя скажу, что я планирую просидеть не меньше 6 часов. В одиночку. Может быть, где-то после 6 часов мы решим с кем-нибудь объединиться. Но это уже не гарантировано. Поэтому посмотрим. Если мне удастся просидеть все эти 6 часов, будет очень круто. Собственно, теперь такой вопрос, а будет ли запись потом где-нибудь находиться? Да, запись будет как на Твиче, так я планирую ее выгрузить обратно на YouTube. То есть, если вы вдруг по каким-то причинам не можете прийти в субботу посмотреть, но вам это как-то интересно, и вы хотите все-таки увидеть, то приходите на мой YouTube канал, и, собственно говоря, там будет запись финальная. С моего, так сказать, с моей перспективы. Будет ли какой-то общий стрим, на котором выводится несколько игроков? Я не знаю сейчас. На данный момент не могу дать вам ответ, к сожалению. Хотелось бы, конечно, чтобы он был, но это зависит не от меня. Ну, и еще, пожалуй, пара насущных вопросов. Можно ли с нами, например, да? Потому что, может быть, вас эта идея заинтересовала, и вы, как бы, свободны в это время, в субботу, и вы хотите поучаствовать? То есть, да, почему нет? Я никого не ограничиваю. Если вы вдруг хотите поучаствовать, пожалуйста, приходите. Вам не обязательно стримить, вам не обязательно вести запись. То есть, это все делается для вашего же веселья, для вашего же интереса. Вам даже, по сути, не обязательно со всеми вместе начинать, если вдруг кто-то хочет сделать это потом, или, может быть, кто-то смотрит этот ролик, уже не знаю. В следующем году, в 2020-м, то вы можете написать мне, и я вам скину. Вам скину скрипт нужный, или же финальную версию игры, если вы не хотите ничего сами устанавливать. То есть, без проблем. Но если вы хотите все-таки начать со всеми вместе, то я вам советую заранее мне об этом написать, я вам расскажу все, что нужно. Там, по сути, ничего вам не нужно. Вам нужен либо эмулятор, либо PSP. Больше вам ничего не нужно. Ну и, наверное, на этом можно уже заканчивать это видео. Но так вышло, на самом деле, что-то очень длинное. 12 минут уже с половиной. Это многовато. Многовато пустой болтовни. Собственно говоря, еще раз, 15 июня, суббота, вечер. Приходите, посмотреть, поболеть за меня. Если вдруг кому интересно лично мое отношение, то есть, как бы, гонка, стремлюсь ли я там выиграть, или нет. Я лично хочу просто получить удовольствие. Мне вообще не важно, наберу ли там меньше всех пакетов, больше всех пакетов. Но хотелось бы набрать не меньше 80, если честно. Но это очень сложно, поверьте. Я смотрел гонку по GTA 3, там, по-моему, только одному человеку удалось дойти до отметки 80 пакетов. А это, поверьте, немало. В любом случае, спасибо вам всем большое за то, что вы потратили 13 минут своей жизни на этот ролик. Обязательно приходите на twitch.tv slash zazazaz691 в субботу. Ну и более, скажем так, оперативные новости можно будет еще найти в моей группе ВКонтакте. Ссылка также здесь в описании. То есть, если вдруг что-то сорвется, или еще что-то, вот там вся информация будет. Ну ладно, сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. В ближайшее время роликов и стримов других не будет, потому что я все еще закрываю сессию. Надеюсь на ваше понимание. Ну все, ребят, до встречи.